Это уже стало в Сочи традиции к первому сентября обновлять школьные классы и группы в детских садах. На эти цели идут не только бюджетные деньги, помогают и бизнесмены города и родители. В этом году сумма свыше 70 миллионов рублей, из них почти 20 миллионов по партийному проекту сочинских единороссов. Шефы мы понимаем уже сейчас, что больше 20 миллионов вложили в наши образовательные организации. Это социальные наши партнеры, которые неравнодушны к детям, к отрасли образования, понимают, что это наше будущее. И именно в эти вещи надо вкладывать деньги. На эти средства, к примеру, в детском саду номер 79 сделали ремонт в трех группах. Краевые деньги направили на создание экспериментальной лаборатории, обустройство спортзала и классов робототехники. Но яркие краски внутри меркнут на фоне обшарпанных стен фасада зданий и старого забора, подчеркнул мэр. Перед шефскими организациями стоит теперь новая задача. Давайте поменяем. Поменяйте, уж вы начали делать, до конца дойдете, хорошо? Когда мне приехать посмотреть законченный забор? Давайте, к первому сентября успеете? Успеем, да? Давайте мы. А это уже детский сад номер 35 в микрорайоне КСМ. Первое, что решил проверить глава города – работоспособность системы безопасности. Тревожная кнопка нажата. Ну все, сработало. Ну посмотрим, сработало. Так, засекаем время. Пошли? Пойдемте, да. Чтобы не тратить время в ожидании, оперативная бригада приехать должна не более чем через 10 минут, комиссия решила осмотреть ход ремонта помещений детского сада. Шефы здесь решили привести в порядок прачечную, ввести в эксплуатацию помещения, которые раньше не использовались, и расширить кухню. Как итог, на одну группу теперь здесь станет больше. Оборудование будет закуплено из муниципальных денег. Сколько здесь зарплату платят? Нормально. Ну нормально сколько? 10 тысяч, Анатольников. Ну а что так мало? И такая ситуация, как оказалось во всех детских садах курорта. Глава города принял решение увеличить зарплату поварам и младшим воспитателям. Да, здравствуйте. Это была тестовая, здравствуйте. Ну 14 минут. Издалека ехали раз. На всех светофоров приходилось осумавливаться. Я протестирую, поэтому что по каждому объекту. Да, все, спасибо вам большое. До конца месяца внезапная проверка на безопасность пройдет абсолютно во всех образовательных учреждениях курорта. Также мэр потребовал наладить правильную работу в системе видеонаблюдения. К примеру, в школе номер 20 микрорайонной КСМ охранник со своего рабочего места мог видеть только то, что происходит в коридорах, а вот за улицей почему-то должен был следить секретарь. По мнению Анатолия Пахомова, из-за этого при чрезвычайной ситуации будет потеряно драгоценное время. Директор согласился с доводами и пообещал до субботы на посту охраны установить все мониторы. В этом году так называемые паспорта готовности к 1 сентября на курорте получат 68 школ, а в день знания за парты сядет более 55 тысяч юных сочинцев.